Так хочется пожелать этой Водонаевой скорейшей встречи с вагнеровцами, которых она так активно пиарит. Ведь в Российской Федерации бывшие вагнеровцы массово становятся героями криминальной хроники. И вот первые приговоры, которые их касаются, они об ограблениях, изнасилованиях, торговле наркотиками, вымогательстве и так далее. Что еще приносят вагнеровцы русскому миру, и не только, об этом поговорим с нашей следующей собеседницей. К нам присоединяется Ольга Романова, директор и основатель фонда «Руссидящая». Ольга Евгеньевна, здравствуйте. Приветствую. Добрый вечер. Следим мы за первыми какими-то приговорами по бывшим вагнеровцам. Насколько массово становятся они героями криминальной хроники на сегодняшний день? Вы знаете, они, конечно, должны быть гораздо более массовыми героями, поскольку ими совершается гораздо больше преступлений, чем мы знаем. Дело в том, что когда приезжает полиция на место происшествия, и там оказывается вагнеровец, и если есть возможность не заводить уголовное дело, полиция предпочитает уголовного дела не заводить, поскольку у нас никто не отменял нового закона о дискредитации добровольцев, героев специальной военной операции. Поэтому, когда речь идет о нанесении телесных повреждений, например, в том числе тяжких телесных повреждений, мы знаем, это ни один, ни два, ни три случая. Когда речь идет о преступлениях, связанных с оборотом наркотиков, то дела практически не заводятся. И потерпевшие стараются не подавать заявления, потому что прекрасно понимают, что нарвутся сами. А вот когда речь идет действительно о преступлениях, которые не скроешь, это в основном убийство, изнасилование, включая изнасилование малолетних, прежде всего малолетних, как это было в Новосибирске случай, когда, вернувшись с войны заключенной, Вагнерец сразу же изнасиловал двух маленьких девочек 10-11 лет, ну тогда деваться некуда. Ну и есть еще особенные случаи, например, вот сегодня стало известно об уголовном деле в отношении Вагнеровца, который как раз шел с Пригожиным, с походом на Москву, и он убил двоих своих сослуживцев, тоже вагнеровцев, которые не одобрили вот этот самый мятеж. Ну, застрелил, 6 июля стало об этом известно, то есть нашли тела, но вот об уголовном деле мы узнали только сегодня. Ну, а есть ли основания говорить, что вагнеровцы, которые прошли через войну, чудом выжили и вернулись в Россию, хотя бы на каком-то особом контроле у ФСБ, да, наверное, или нет, их просто выпустили и творите, что хотите? Вы знаете, тут такой контроль специфический. С одной стороны, их контролировать, чтобы они не примкнули вновь к Вагнеру, потому что вот эта вот история с контролем над бывшими вагнерствами началась как раз 23 июня с попытки Пригожина пойти на Москву. Тогда да, тогда контролировали и их родственников, и их самих, во всем остальном делать, что хотите. Да, Ольга, а как, кстати, зэки в большинстве своем, те, которые еще сидят, те, которые уже вернулись, отнеслись к вот этому мятежу Пригожинскому? Есть ли какое-то понимание, вот про большинство, я понимаю, что, наверное, разные отношения, но тем не менее? Ну, вы знаете, сначала была полная поддержка, и вообще Пригожин был страшно популярен в тюрьмах, и плюс ко всему эта поддержка была еще связана с тем, что, во-первых, когда Пригожинцы, или сам Пригожин лично приезжали в зонах, они публично унижали сотрудников СИН, и, конечно, заключенным это нравилось очень, во-вторых, они платили какие-то деньги, в отличие от нынешних, Министерство обороны они вообще не платят, ну, и, в-третьих, это была реальная возможность для заключенных выйти на волю, и, вы знаете, я смотрела несколько, ну, собственно, много смотрела видео, которые делает украинская сторона с пленами, пленами-вагнеровцами, и что меня поразило, когда им задают вопрос, если вот сейчас, когда вы уже все знаете про войну, когда вы были на передовой, и вы были в боях, и знаете отношения к вам, и знаете, какие условия, и вы попали в плен, вы бы приняли это решение еще раз, и они хором говорят, да, да, это все равно, все, что происходило с ними, это все равно лучше, чем сидеть в российской тюрьме. Один только вопрос, скольких они убили украинцев, прежде чем попасть в украинский плен, прежде чем. Ну, то есть вот это вот такое расчеловечивание, которое никак ими не считывается. И еще один момент, я здесь с большим интересом изучила материал, простите за выражение, Russia Today, из российской тюрьмы, из колонии номер 8, которая находится в поселке Зеленой Тамбовской области, хорошо знаю эту зону строгого режима. Это был пафосный репортаж про то, как 20 заключенных вот сейчас обратились письменно к Шойгу с просьбой забрать их на войну с Украиной. И репортаж про то, какие же вот патриоты замечательные, удивительные люди. И я подумала, надо же, как меняются цифры, поскольку из этой зоны, в том числе, когда вербовал Пригожин, туда уходили сотни людей, просто сотни заключенных. По полтысячи он забирал за один раз, а сейчас сенсации преподносится, как 20 человек, которых явно совершенно под репортаж Russia Today уговорили за какие-то пряники написать эти заявления. И то не факт, что это какой-то успех будет иметь для заключенных, поскольку Министерство обороны не справляется с заключенными на передовой. Но это специфический контингент, надо им не уметь командовать. И самое главное, что Министерство обороны никак их не готовит к боям, вообще никак. А то время, которое отводится для подготовки, обычно заключенные дорываются до спиртного и вступают в самые разнообразные конфликты и с командованием, и с младшими офицерами, и друг с другом. И мы все время, все время слышим о случаях, когда они, собственно, режут или взрывают гранатами друг друга на передовой. Ну, что называется, флаг в руки. Но сейчас мы стали еще слышать примеры о том, что заключенных Министерства обороны используют не как пушечное мясо, как было ранее, а как заградотряды, представьте себе. Они стоят на второй линии, а впереди в бой идут мобилизованные. Ну, вы знаете, это, что называется, заключенные с опытом. Это да. Те самые заключенные, которые подписали контракт с Министерством обороны после полугода или года службы в Вагнере. Это, конечно, уже такой контингент, ну, вполне себе озверевший до последней степени. Это да. Ну, и плюс ко всему, плюс ко всему мы все время получаем письма и от заключенных, и от их родственников, которые там жалуются, что там не так с ними на передовой. Частные военные компании продолжают находиться на передовой. И вот, например, мы вот последнюю неделю разбираемся с любопытным случаем, когда Министерство обороны завербовало заключенного на зоне, а потом передало заключенного в распоряжении частной военной компании под названием ветеран. Что такое ветеран, когда речь идет о вербовке заключенных, понять сложно, но, тем не менее, вполне себе частная военная компания, о которой я раньше не очень много слышала, которая Министерство обороны легко передает, собственно, мобилизованных вот собой заключенных. И что там делает этот ЧВК-ветеран, да, все что угодно может быть. Да, Ольга, расскажите, пожалуйста, вот этот Шторм-Зет, эти отряды Минобороны, а какова их численность, что известно, сколько их набрали, на каких условиях их набирают и какие потери они несут? Ну, Шторм-Зет изначально было сформировано Министерством обороны как такое специфическое подразделение. Мы узнали о нем еще в конце февраля 22-го года, когда Министерство обороны вот робко зашло в зоны, что называется, в России это называется БС. БС – это безопасное содержание бывших сотрудников. И пытались, собственно, бывших там прокуроров, следователей, полицейских, бывших ОМОНовцев, осужденных, завербовать на войну. Да, у них ничего не получилось. Но тогда уже мы впервые услышали, что их вербуют именно в подразделении Министерства обороны Шторм-Зет. Потом, собственно, на год мы потеряли из виду вообще Шторм-Зет, поскольку Министерство обороны весь этот год занималось тем, что лоббировало в российском парламенте принятие поправки в закон о мобилизации. Потому что до 22-го года закон прямо запрещал людям с действующей судимостью быть призванным в российскую армию или заключать контракт с российской армией. Приказ на поправке приняли, что, пожалуйста, можно и судимым, заключенным, вообще кого угодно можно брать. И с тех пор понеслось. С тех пор Шторм-Зет стал наполняться силами, прежде всего, заключенных. И вот на сегодняшний день больше 15 тысяч завербованных заключенных в это подразделение Министерства обороны Шторм-Зет. И я не знаю ни одного случая, когда завербованные заключенные в эти подразделения Министерства обороны Шторм-Зет, когда они были ранены или когда родственники получали сообщение о том, что их близкие погибли именно в подразделениях Шторм-Зет, чтобы им выплачивались хоть какие-то деньги. Потому что быстро выясняется, что они подписали ни те контракты, ни с тем контракты. И вообще Министерство обороны здесь ни при чем, у них лапки. И вообще ищите своих родных в системе пендициарной, в ОФСИН, а именно в Ростовском главном управлении службы исполнения наказаний. То есть они отказываются от заключенных. А Шторм-Зет, они по-прежнему все-таки используются как пушечное мясо. Другое дело, другое дело закрадотряды. Это уже опытные бойцы, которые сейчас так или иначе уходят в другие подразделения именно Министерства обороны. И это не Шторм-Зет. Шторм-Зет это все-таки по-прежнему штурмовики. Ольга, ваш фонд Руссидящее находил следы пребывания Суровикина, который пропал с радаров несколько недель назад по открытке в Лефортово на его имя. Но это была последняя зацепка о его судьбе. Сейчас его ищут пожарные, ищут милиция. Возможно, вы сейчас отслеживаете его место пребывания. Возможно, даже знаете и место пребывания Пригожина точно. Ведь не исключено, что он тоже находится где-нибудь в местах не столь отдаленных. И тех 13 генералов, судьба которых неизвестна, которые примкнули к Пригожину во время мятежа. Ну, собственно, о Пригожине сегодня известно то, что его, по крайней мере, самолет, его бизнес-жет сегодня был замечен в Беларуси. И это уже не первый раз. Но не Пригожин был замечен в Беларуси. Да, но не Пригожин, но его самолет. Пригожину мы видели с вами в последний раз, все-таки, скорее всего, именно в лагере в белорусских лесах. Вот это знаменитое фото мальчика в трусиках. Это, все-таки, довольно свежее фото. Поэтому о его судьбе, я думаю, пока волноваться не стоит. И даже если бы, наверное, стоило бы, мы бы с вами не волновались. Он Путином, в общем-то, прощен, судя по всему. Но достигнута некая договоренность после встречи группы вагнеровцев с Путиным в Кремле, которую все подтвердили, собственно, и Песков, и Кривовский пул корреспондентов, что эта встреча была. И, судя по всему, это была какая-то торговля, кому что достается. И, судя по деталям, например, которые мы видим на порталах госзакупок разнообразных, собственно, и компания Пригожина-Конкорд продолжают выигрывать тендеры на поставки в систему Министерства обороны. Не все 100%, как это было раньше, но уверенно выигрывают. То есть бизнес у них сохраняется. Возможно, не на 100%, потому что, по крайней мере, на 50% сейчас точно. И речь о договоренностях, которых пока мы с вами не знаем, но, я думаю, что увидим. И Пригожин собирает некую силу в Беларуси. Это не те пресловутые десятки тысяч заключенных, которые он мог бы, например, собрать. И с какой целью он собирает, тоже не очень понятно. Но я думаю, что мы в ближайшее время узнаем. А то, что сам по себе ЧВК Вагнер, скорее всего, перестанет существовать как структура, это более чем возможно. Но Путина же шарахает от комментариев. То он говорит, что российский бюджет лично, он Путин передал Вагнеру, то есть Пригожину, какие-то совершенно миллиарды и миллиарды и миллиарды денег каких-то совершенно немыслимые. С одной стороны, с другой стороны, он буквально на следующий день, и Маркану глазом говорит, что никаких частных военных компаний не существует. И в том числе Вагнера не существует. Здесь такая биполярочка-то довольно серьезная, поэтому разбираться в том, существует сейчас Вагнер или нет, довольно сложно. Что касается Суровикина, да, действительно, до сих пор никто его не видел и не слышал. Он не поздравил с днем рождения свою любимую жену Аллу. Как он это делал вообще-то каждый год? В общем, вся страна следила, поздравит он Аллу или не поздравит. Не поздравил. Он, скорее всего, в одном из трех мест, где сейчас содержится высокопоставленная военная, которых до них никто уже не видел. Три места названы, это все то же самое Лефортово. Второе место, это некое вроде как секретное СИЗО, секретный изолятор с непонятным юридическим статусом, который находится в городе Одинцово, Московской области. Но это такой, это Рублевка, это пригород Рублевки. И якобы в военном гарнизонном суде под их содержание отведен этаж в суде. И третье место, которое называется, это место называется Власиха. Это тоже в Подмосковье. И, возможно, там они содержатся. Ну, что, наверное, менее вероятно. Очень мало кто называет именно это место. Я замечу, что речь не идет о допуске никаких адвокатов, ничего. По крайней мере, Суровикин просто пропал. Мы не знаем, где восставший тоже генерал Попов. И действительно, несколько еще высокопоставленных военнослужащих. Слухи ходят самые разные. Мы знаем, что, собственно, десантники обратились с неким открытым письмом, в котором говорят, что в опасности жизнь их командующего воздушно-десантными войсками, поскольку он входит в так называемую Лигу Суровикина. Но, да, сейчас явно идет совершенно зачистка армейского командования, которое так или иначе могло быть связано с этим мятежом. И что любопытно, что мы узнаем об этом из уст, в общем, довольно серьезных крокодилов, сторонников, ну, собственно, русского фашизма, которые представляют, собственно, отставные генералы в Госдуме, да, это в Каргополовском комитете, комитете по обороне, мы узнаем именно оттуда о каких-то войсах этих генералов. То есть мы добавим, наверное, к этой восставшей верхушке вот этих людей с значками депутатов Государственной Думы, которые не то чтобы открыто восстают, но они взяли на себя роль такого паблика генеральского. Понятно. Спасибо вам огромное за этот разговор. Будем следить за развитием ситуации. Бунт генералитета, он, в общем-то, лишним, наверное, не будет для российской верхушки. Ольга Романова, директор и основатель фонда «Русь сидящая», присоединялась к нашему эфиру. Спасибо.